мы находимся в городе название которого мы не знаем ты знаешь куда тебя привезли я не знаю нас привезли в какую-то больницу женщине делали операцию надо было передавать в общем пошли передать а мы сидим в машине ждем а у нас сегодня мрт да сняла сережки сняла цепочку все поснимала сняла зубы вставные железные чтоб ничего не звенело кольца и браслеты все сняла железное золотое так что ты не покажешь вот какие ноги я поверну сейчас я тебе дам поверни с покажи какая ты красивая ай момент человек когда толстеет у него туда становятся глазки маленькие я вчера так заболела сейчас вот этот момент вот вчера так плохо себя чувствовала так плохо целый день меня болела голова но это я померила давление ну такое давление чуть повышенное чуть повышенное нормально то есть голова болит выпила таблетку от головы ничего не помогает меня лариса растерла вчера за три мне спину может простуда но наверно гладила когда гордина открыла балкон волосы у меня были мокрые и вот это наверно мне протянуло лариса мне и колдры сколотила я ночью пропотела не стала сегодня на мрт думаю надо волосы помыть встать не стала волосы мыть не хочу потому что у меня такое где-то где-то сквозняк все сразу меня я болею вообще иммунитета нет не потому что нужно путь пить лимон они водку и пиво на балконе а надо лимончик аппетита нет какой лимон был бы аппетит я пила ну вот сегодня встала так аппетит это когда ешь но все равно когда пьешь тоже надо аппетит и желание сегодня встала чуть-чуть получше но так вот глаза такие маленькие крысиные все так вот закись это просто ну ужас просто ужас так себя чувствовала я так давно себя не чувствовала в таком ужасно но ничего но ничего да чуть-чуть горло вот тут как спас схватил рычу хорошо что было хотя бы хоть что-то растирка была растирка была и колдрекс осталось 2 колдрекса у нас ну ничего юля аппетит это дело наживное я тебе не болезнь или ничего об аппетите сегодня сейчас мрт вам расскажем как его делаю и вам расскажу какое ощущение так что дай бог чтобы аппарат не поломался нет у них не звонили ничего хотя тогда позвонили буквально за полчаса до начала в общем вот такие вот и такое утро вот но нормально выехали надо потом тоже надо уехать к глазняку к окулисту вот и какие-то очки так уже стало плохо видеть не то от сахара не то не знаю чего в общем вот такие какие-то пироги вот так вот попрощайся на 5 на пару минут до встречи заводят в такую комнатку маленькую ты здесь раздеваешься все снимаешь опять снимала джинсы лифчик ботинки потом выходишь заходишь в эту дверь а дальше ощущением этом расскажу или расскажет я расскажу а вот сюда заходишь это первая раздевалка это вторая раздевалка все идем в туалет и на выход а это у нас такой в голове творится очень захотела в туалет это такой туалет не знаю есть бумага туалет но она мне не нужна где ты юля находишься в больнице делали мрт черепушки теперь буду ждать результата потом расскажу как все я никогда не обманывал пошли чтобы я тут не кричала хочу рассказать вам как в германии делают мрт мне дело мрт головой как сказали процедура это дорогая ну в общем я это делала процедуру первый раз в украине я тоже не делала это это врач послал почему послал на мрт сильные головные боли и вот постоянно бывает давление хорошее а в голове боль не утекает поэтому врач значит выписал направление все как уже некоторые знали что очень долго мы это мрт ждали очень долго то его отменяли назначали на общем такая процедура на конце концов то все мы приехали все на ресепшоне записали значит карточку я кстати получила карточка ока и опять было неправильно и опять неправильно опять в карточке то мне есть данные неправильный номер дома представляете но потом слава богу что потом эта ситуация разрешилась вот и в общем с помощью людей в общем не это переделали представляете делаю в карточке то но это я честно я не знаю как это объяснить а у меня нету карточки и два имени серьезно начала нам водить и в общем такая вот получилась неправильный номер дома представляете неправильный этот адрес ой ну в общем все пришли мы значит туда назначенное время в больницу все это нам дали такие папки там расписались а все заполняет значит болели вы аллергии в общем есть у вас аллергические реакции написали есть если у вас хроническая болезнь почек потом если у вас на сердце кардиостимулятор или что-нибудь такое но железом связано но это все написали нет все больше ничего а когда я и шла на мрт когда мне тогда переводчик был у меня было это на несколько страниц у меня тут даже сохранено тут как-то более и переводчик должен или ты то есть тут наверное просто какая-то более современная система ну и аппарат у них такой да и потому что видишь со мной должен был зайти переводчик или я должна была в совершенстве знать язык они должны были мне говорить дышите не дышите там всякое такое ну в общем мы подошли значит к кабинету нам дали эти папки все мы расписались и подошли к кабинету вот девочка медсестра вышла вот сами переводчик все переводит шуб мы понимали значит она говорит так что и мрт головы вы можете значит здесь у вас ничего металлического нету если вас на штанах нету никого не та наます как нет никакого металла вы можете значит просто значит нижнюю часть не снимать не раздевать, снять бюсгалтер, вот, в специальная кабинка заходишь, потому что тут бретельки, тут всякие стюльки на бюсгалтере, снять бюсгалтер, одеть в кофту, вот, есть и джинсы, обязательно надо снять, потому что молния, пуговицы, все это должно быть, не должно быть, ну, у меня были такие брючки, где не было металла, вот, я сняла бюсгалтер, одела, значит, гольфик в том же была, потом, значит, такая командушка, это все оставляешь, а ты в ботинках была? не, ботинки я сняла, сняла в ботинках в носках, ну, можно было пройти в ботинках, а там снять, но я думаю, нет, все, я сняла ботинки, вот, и тут рядом такая, значит, ты вошла, а тут рядом дверь, туда тебя приглашают, и ты так как по коридору уйдешь, такой аппарат длинный, они, значит, застелили его, ну, такими одноразовыми, как салфетками, такое, как, ну, ложитесь, вот, здесь такая возле головы, как в морге, такая штука, в общем, ты ложись, а так у тебя голова прямо падает в эту штуку, ну, а что, так в морге? ну, морги есть такие, ну, ты как что-нибудь скажешь, хоть стой, хоть падай, я людям объясняю, а, ну да, ты же работала в больнице, вот, и, в общем, вот так, вот такая вот, так, раз, лег, в общем, такая вот ситуация, ноги так у тебя наверху, так вот, чуть при, поднятые, как в коленях, вот, и тут, значит, в коленях, и здесь там, в голени, да, в голенище, тоже так вот такое, а у меня не было такого, как, да, у меня только одно, один валик был, и то он был в конце ног, ну, в конце ног, и тут под этим, нет, то, наверное, тебе специально подложили, нет, у меня такого не было, потом она, значит, набирает шприц, вот, и, значит, а наушники она тебе когда одела? Да, потом уже, в самом же, подяжу сразу, да, мне наушники одели, вот такую штуку, так, бум, ну, какую штуку? Ну, еще, как закрыли, как, знаешь, как вот, какой-то аппарат, как вот, сразу, да, а потом она мне уже в колбелоку, нет, мне не так, ну, как тебе рассказывать? Ну, не, ну, вот это, я вот так легла, ничего на меня делала, ничего не одевала, вот, и потом, значит, вот эта шланга такая, вот, она сюда в шлангу, в вену вводит, очень больно было, говорит, пожмите, зажмите, вот, все, вот, ввела, и вот это вот шланг вот так у тебя так тянется там, вот, и все, а потом закрывает, значит, твою голову таким шлемом, так, хрязь, вон, и все, тебе голова как бы закрыта таким шлемом. И ты туда потом машина так включает в эту барокамеру. Ну все, вот так вот она тебе положила и я так вот лежала. Ты сказала про наушники забыла. А, и наушники. Потом она мне ввела вот эту вену, она мне принесла наушники, одела мне наушники. Все, вот и все. Так она мне прежде чем в эту голову положила, она мне наушники сначала одела. А потом уже в вену одела? Да. Мне нет. А ты массировала руку? Да. А как она, ты услышала, что она... Все, она говорит. Ну, нет, она мне так не... Они мне сначала вот... Сначала вот сделали, а потом уже в последний момент закрыли эту барокамеру. И меня туда, бжик, запустили. И все. И она вот это там что-то хрюкает, хрюкает. Вот. То свистит, то стучит. Вот так. Потом раз тишина. Потом опять, вот знаете, вот это такие вот... Ну, ты слышишь. Я, наверное, представляю, если бы не было наушников, наверное, еще в ромте было бы. А наушники такие так прямо здоровые, прям так прижимаются к ушам. Ну, и все. Вот это вот, я не знаю. Лариса говорит, очень долго было у меня. Ну, полчаса минимум. Хотя было написано 15 минут. Очень долго. Ну, вот я такая лежу. Но я вот когда она, тамара камера так... Меня туда засасывала, я закрыла глаза сразу. Закрыла глаза, я думаю, не буду смотреть. Чтоб, ну, знаете, как не... Как в закрытом пространстве, но как... Ну, чтоб не видеть, короче, куда я вот. Как на качелях так. И жужжь, короче. Слушает тигрюки, стуки. Вот. А потом думала, да нет, надо же открыть, а глаза хоть чуть-чуть посмотреть. Раз! Глаза открыла. Не такая дырка. Ну, какие-то препараты какой-то такой. Ну, ничего такого. Но я не шевелилась такая, думаю, блин, не дай бог мне как... Знаю, вот бывает-то такое, что в самый такой ответственный момент и тебе захотится, о, точно, или вчихнуть, или кашлянуть. Думаю, а тогда некоторые, ну, понаслушивалась, готовят. Тогда будет все смазано, ну, не такой будет результат, если там пошевелиться. Я такая лежу. В общем, что-то там о своем такая думаю, вообще думаю, что в ней эти самые мысли куда-то. Ну, и все, потом же обратно все у меня это. А когда я, значит, они мне делали вот эту... МРТ, вот, эта девочка, которая делала мне МРТ, она вышла, значит, к Ларисе и к переводчику. И такой какой-то странный вопрос она задала. У нее голова часто болит? Она говорит. Вот. И какое продолжительное время, мол, болит? Лариса ответила, что, ну, да, часто болит голова, вот. И болела и в Украине голова, ну, здесь, в Германии, стало еще больше болеть, вот. И вот какой-то этот, ну, переводчик это же перевел, это, медсестре этой. Ну, она как-то немножко, как-то с таким этим вопросом, что-то нас настороживает. Ну, я не знаю. Ну, по крайней мере, когда я лежала на МРТ, Юле такой вопрос не выходили, не задавали. Ну, да, никто ничего, вопрос не задавал. Вот к чему она это задала? Что она там увидела или, ну, то есть. Может, знаете, может, какие-то сгустки. Но вот это, говорят, что в вену, когда ввели, вот, это в вену вводится, как окрашивание, в общем, там, окраска, в общем, твоих органов. Ну, сосудов, наверное. Может, она там что увидела, я не знаю. Все же, что, всяко может быть. Ну, почему-то она вот вышла, вот, задала такой вопрос. Не знаю, почему она задала такой вопрос, и что он вообще означает. Я, Ларис, и потом говорю, уже переводчику говорю, говорю, ну, почему она задала такой вопрос? Ну, говорят, ну, значит, она что-то там увидела. Что-то ее, значит, насторожило, неизвестно. Ну, я, в общем, чисто говоря, не знаю. Ну, мы записались к нервопатологу. Да, мы записались к нервопатологу, но потом оно уже будет все видно. Это такая процедура, а я еще не хотела ехать, думаю, ой, что-то не хочется мне ехать. Не хотела, хотела. Ага, еще спорилась, говорит, да я не поеду, не, ну, не надо, не хочу. Ага, а потом Алиса говорит, ну, нет, ну, в общем, неизвестно. Ну, нам дали такую бумагу, штрих-код, там мы можем посмотреть потом. Да. Ой, в течение трех дней сами можем зайти даже посмотреть. Ну, если, в общем, я потом зайду, я вам покажу. Вот. Сначала сходим к нервопатологу. У меня много докторов на канале. У тебя отключены комментарии. Ты все равно не будешь знать, что доктора тебе посоветуют. Все равно, пусть мои доктора посмотрят. Они должны видеть все. Ну и ну. У тебя, наверное, не доктора, а профессора. Да. Профессора. Профессоры у меня тоже есть. И не только медицинских наук. Одни, а сплошные академики. Ну, вот, в общем, такие вот, какие-то вот, так вот, прошло МРТ. Ну, все, а потом Ларисочка, этот самый, тоже пошла, вот это все. Ну, у меня оно было, мне так оно грюкало и штукало, что у меня аж под низом, мне кажется, загрюкала кровать. Мне казалось, что она еще и качается. Ну, ты нормально, да? Ты нормально, что так лежала? Да, да. Я только одно единственное боялась, я думаю, блин, сейчас, ну, когда, наверное, маску это одела, думаю, блин, а воздух там есть хоть? Хоть там воздуха хватит. Еще раз. Ты тоже так глаза закрывала? Да, я закрыла глаза или, ну, так заехала закрытыми, как ты, вот, говоришь, так и так ехала. Я такая еще, там еще когда ишла, сейчас перебью, такая ишла, а там так комнатки. А что ты так подумала, чтобы мне вы-то комнатку завели? Старая уже. Вот, открывай, там Лариса. Лариса, я говорю, ты же не тут, ты там раздевалась. А я говорю, ну да. А Юля говорит, ничего не бойся, ничего не бойся. Я Лариса успела, как сказать, проконсультировать. Да, дала инструктаж, говорю, ничего не бойся. Ложись удобно. Да, я ей говорю, ложись ровно и так, чтобы тебе сразу было удобно, чтобы ты головой потом не крутила, чтобы не было такого, чтобы ты вот эти наушники будешь там как-то. Я наушники так вот поправляла. Ну, она мне одела, она как-то не очень, я их так поправила, чтобы не... Перед тем, как тебе в камеру эту одели? Да. Я так вот ее поправила потом наушники. Вот, поэтому, говорю, ложись так вот ровно, говорю, чтобы тебе было удобно. Заколку тоже снять надо, я сняла заколку. Чтобы потом вот ты лежал и все, ну, неподвижно. Потому что мало, говорю, тоже говорят, что если ты будешь там двигаться, чуть-чуть шевелиться, то будет, ну... Ну, никакую грушу в руки не давали, чтобы там, если ты задыхаешься, чтобы позвонить там или им нажать. И ни про какую кнопку мне тоже не говорили, что если там тебе будет так вообще, ну, как-то невмоготу, что ты можешь нажать кнопку. Не знаю, тогда надо кричать, можешь скучать. Я честно говорю. Потом, наверное, ногой дернешь, они сразу поймут, что... Может и так. Ну, вот как-то так вот. Вот интересно, а ноги тоже заехали были? Мне кажется, да, все. Все, да, заехала? Сильно далеко, как заезжала, да? А потом так, я такая лежу, и так раз, тишина. У тебя было такое? Да. Затишье, я думаю, ну, все, наверное, я уже буду выезжать уже с этой барокамеры. Уже как-то так оживилась, я думаю. Все, наверное, уже все сделали. Нет, она такая еще раз. В общем, так вот она насвистела, ее делая, пердела. Тебе понравилось? Да так себе. Разве что, это процедура дорогостоящая. А тебе на халяву досталось, да? А мне на халяву. Добавил субтитры. Добавил субтитры. Продолжение следует...